Так, ну еще один сюжет сниму, чтобы вы понимали, что такое ранняя зима. Все должно идти за одним, вначале листопад, потом снегопад, потом морозы, у нас чаще всего бывает морозы, потом листопад, потом снегопад. А в этот раз вообще все неправильно. Когда мы видим листья поверх снега, неправильная погода, не рассчитанная на нежные южные растения, которые умудряются выживать здесь, в Сибири. Ну, будем считать, что снег еще растает. Вот, эта аномалия захватила гигантскую территорию. Вот, рассказывали про Костромскую область. Вот, про... Дальше по северу идет Вологду, Пермь, Урал. Ну, и считайте все себе, все в снегу. Пятнадцатое сегодня... Пятнадцатое, сейчас скажу. Четырнадцатое сегодня. Или пятнадцатое. Еще только октября, даже не ноября. А вот, ну, в предыдущем фильме я рассказал не ходить, не тревожить этот самый снежный нас. Просто снежный. Вдруг он и не растает. Тогда это защита, готовая защита корней всей живности от морозов. Старцы, когда говорят мне, у нас было сухо-сухо. Потом в ноябре, потом без снега, сразу минус 30, потом минус 40 и 47. Какой к черту это? Как надо беречь этот снеговой покров? Теперь о том, что он начинается... Сейчас рано. Можно было бы теченьки нарезать, но это было бы халтурой сейчас резать. И подождем до настоящей зимы. Минус 10-15. Постоять недельку. Две. Может 20. Это все не опасно. Даже для южных растений. Листва уже упадет. Сама упадет, ветром собьет и... Начинается приготовление... Заготовка свинков. Вот. Вот. Ну, сами понимаете. Как это выглядит. О, привет. Ты что, я же тебя кормил? Сейчас будет ходить за мной. Бывает километрами ходишь. Вот. Одно из моих... Самых... Гениальных деревьев. Привитый анамажерский абрикос. Академик. 20 лет назад. Его снимало телевидение. Вот. Я еще был не такой изощренный. На нем висели 100-граммовые плоды. Так, скромный был. 110-120 грамм. Вот. И тогда... Я стоя возле этого дерева сказал. Оно пережило страшные катаклизмы. Причем катаклизмы рукотворные. Я резал, резал, резал. Десятки, десятки, десятки. Потом сотни, сотни синков. 20 лет я резал. Но тот год, когда был урожай, ради которого приехал на телевидение. Я стою возле него. И с умным видом. Такой умный вид на себя напустил. И говорю. Видите, одна ветка сухая. Вот. Это южанин. Плоды шикарнейшие. Скорее всего, через пару лет этот абрикос умрет. Вот. А он взял и не умер. 20 лет после этого. Я с него резал, резал черенки. И сейчас живое. Посмотрите просто. Вот если дерево абсолютно искалечено, казалось бы, страшно искалечено. И я окалечил. Вот смотрите. Я окалечил. Только я не делал рано кольцо. Я не наивный. Не верю тому, кто говорит так. И вот. Все это изувесило настолько, что оно не должно было бы жить. Вообще не должно. На нем даже есть муравейник. Вот видите. Помните. Я как-то летом показывал, как муравьи тут поселились. Вот. Дупло не дупло, но уже здесь труха и муравьи. И вот оно настолько изувечено. А тебе скажите. Можно считать его инвалидом, уродом? Если оно дало двух метров. Нет. Полутора метровый просто. Ой. Да. Два не доходит. Вот это можно считать? Таким мощнейшее просто. Это значит, что оно залечило раны. Так. Я его ни разу в жизни не поискал. Оно залечило раны. И вот таким образом залечило. Да. Тут остается вот так. Ну и пусть остается. Не вздумайте. Не красьте. Не замазывайте. Не заделывайте. Стамесками не вырубайте. Ничего не делайте. И только это дает ему бессмертие. Ну, хорошо. Преувеличиваю. Долголетие. И оно настолько мощное, что она дала вот вторая ветка. Она дала такие приросты. Я эти приросты опять срежу. И опять продавал. И у меня что интересно. Это правда тема немножко другая. Она, во-первых, за счет твоей мощи и за счет того, что оно как бы доминант. Оно уууу. А рядом растет Мичуринский. А он был 30-ти граммовый. Теперь плоды на Мичуринском 100-граммовый. Я долго ломал себе голову. Как же так? Было 30, стало 100. Дерево абсолютно здоровое. Приросты, видите, вот два метра. Вот. Метр. Да, два метра. Ну, пусть выделяется несколько. Вот. Мощнейшее дерево. Ну, не так искалечено. Оно появилось на 10 лет позже. Вот. Моложе намного. И я вот думаю, вот эти плоды 100-120 грамм. И как они из 30-ти стали 100-граммовые. А я говорю, прямые половые связи. В науке есть такой термин, называется телегония. Откройте Википедию, посмотрите. Ну, там будет написано, что телегония, она никакого отношения не имеет ни к нам, к людям, ни к этим самым. То есть половые, первые половые партнеры складывают в генной памяти женской особи, не важно, человека или дерево. Вот. Откладывают в женской особи, допустим, меняют генную структуру. Оказывается, нет, не меняют. Генетики стоят на этом. Железобетонная конструкция. Это, этот самый, ДНК, это же не изошли, не может быть. А вот эти плоды стали 100-граммовыми. От прямых половых контактов. Интересная эта тема. Конечно, интереснее было, когда здесь плоды висели. Но я это показывал. А почему я повторяю? Потому что идут годы. Я уже раз пять повторял это. Про прямые половые связи. И что вы думаете? А что тут думать-то? Гробовое молчание. Гробовое молчание. Вот. Вот что хотел сказать. Итак, начнется заготовка членков. И тогда вы, вот это академик, и вот это академик. Вот он. Как? Он помоложе. Ему лет 15. Приросты тут точно 2 метра. Мощнейшая проблема в том, что я всегда отрезаю почти в основании, вот так оставляю на развитие, чтобы дало 3-4 побега. Но тут получается сильно толстая. Я говорю, есть две большие разницы. Если вы возьмете, допустим, вот две ветки. Просто вот одна, и вот эта два раза толще. Так вот, когда вот эту привьете, и вот эту привьете, вот такие членки, вы получите два разных саженца. Вот этот будет два раза мощнее. Поняли, да? То есть, сказки, я уже устал. Все, что сейчас существует наука, практика, это сказки. Сказки это... Это самое... Как это назвать? Сказки. Ай. Обидно, что никто не понимает, что настолько, что вот это и вот это разные... Получают в своих почках разные геномы. Казалось бы, рядом все. Нет. Не верят. Не верят. Молчат. И главное, никто со мной не спорит. Да попробуй поспорь, когда у этого, что сейчас мы смотрели, вот у него. Это, так сказать, назовем маточное дерево, да? Академика. Вот он. У него плоды классические, продолговатые, с носиком. А этот уже чисто круглый. Полностью он изменился. Невероятно. А мне все опять про этот геном. А мне все опять про ДНК. А мне только и говорят, что вегативная генерализация лженаука. Точка. Давно ли? Два года прошло всего. Страсти успокоились. Я успокоиться не могу. Сказать, приговоритесь. Процитировать цитату из... Процитировать цитату. Хорошо сказано. Масло масляное. Процитировать цитату в 90-летней давности вегативной генерализации лженаука. И успокоиться. Вот. А на ответ Их так учили. Их так учили. Учили находить, учили цитировать. Но ведь земля. Вы представляете? Я же вижу, что каждый раз солнце вращается, каждое утро встаю, солнце вращается вокруг земли. Но это что не пример древних средневековых университетов об этом говорили. Утверждали. Вот. Солнце вращается вокруг земли. Потом случилась катастрофа. Те, кто сказал, что земля вращается вокруг солнца. Значит, геоцитрическая система рухнула, что земля в центре вселенной. Она рухнула. Ах, вы такие сволочи! Как вы могли на самое святое посягнуть? На костер! На костер! На костер! На костер! Сейчас то же самое! Только вместо костра полное замалчивание! Сто процентное! Не видеть! Не замечать! Ничего не замечать! Вот! Делать вид, что это! И зачем? Так спокойнее жить! Зачем прививать? Давай скрещивать, еще скрестим! Впереди работа на 30 лет! Новый сорт готов! Пять тысяч! Пятьдесят тысяч первый! На черт то он нужен сейчас! Вот знаете, что у меня в карманах сказать? Сейчас покажу! У него уже это... Хожу там, вижу, из-под снега торчит! Сейчас, 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 сейчас! Вот они! Видите, красавцы! Вот! Это все имеется! Прививайте! Вы знаете, что это такое? Это Слава Мичуринска! Ну, понятно, что коренное слово Мичурин! Корень Мичурин! Слава Мичуринска! Вот! Есть плоды намного шикарней! Сейчас попробую! По карманам шарюсь! Потому что... Ну, не могу я! Уже снег валит! А они... Я Сергею... Собери, собери! Да некогда мне! Вот! Сколько можно еще показать? А вот они! Видели? Чему я показываю? Хватит нам этих! Это... Зимний сорт! Он лежит до весны! Ему ничего не делается! Он... Так хочется стукнуть друг об друга! Вот! Еще показать зимний сорт! Сейчас я посмотрю! Это... У меня бездонные карманы! Знаете, какие? В чем подкладка держится! То есть, карманы давно... Эти самые... Проделяли! Теперь у меня... В каждом кармане сейчас меняться будет! Ой! Хотелось игрушу показать! А! Я в фильме игрушу показывал! Так вот! Я хочу, чтобы вы поняли, что направление, когда берется и скрещиваются два сорта, заранее запланированными данными, глупость необычайная! Это было нужно! Для этого потратили сто лет последние! В советское время все потратили! Но неужели непонятно, что тут же рядом мы, любители, прививали, прививали, прививали! Ну... Закрепляли, закрепляли, закрепляли! Использовались страшные мордостойки невероятные подвои! Невероятные подвои! Вот! Которые минус 50 выдержат! Ну почему вы этим не занимаетесь, а? Сейчас скажете биологическая несовместимость, вы будете правы! А то, что мы преодолели, вы знаете об этом? А? Вот опять вернулся! Вот опять вернулся! Самое еще... У меня осталось немножко времени, посмотрите! Вот это вот, так называемые волшки! Вот волшек! И вот волшек! И вот волшек! Они появлялись намного позже! Дерево должно расти так, как должно быть! Если это ветка! До этого! Где у вас есть? Я его обрезал! Взял-обрезал на прививку брал! А выше этого года! Это нормально! Аллочки появляются из материала, из клеток! Не из почек, вот они! Вот! Приходит три года! И вот они над это самое, видите? и они становятся как... эх, ё-моё! А, что-то сбилось. Вот это, даже повторюсь, вдруг не было слышно. Это волчок. Жирующий, значит, надо было его уничтожить. Чтобы приблизить плодоношение, я ему взял, вот так вот отрезал, так, вот, и он сразу заложил светочные почки, вот они. Вы видите светочные почки? Видите или нет? Вот они светочные почки. Но эти ветки были прокляты, названы жирующими, это значит их надо вырезать. И вот когда дерево закладывает, закладывает новую крону, вот это, вот это, вот это новая крона. Нет, оказывается, это всё надо было уничтожить. Это одна из ошибок, которая преследует всё на российское садоводство. Видеть, что вот это, да, я похвастался, да, они, вон какие красавцы. Они не собираются умирать, они дали метровые, полутораметровые приросты. И всё-таки с новой кроной бороться нельзя. Это величайшая глупость. Ведь бывает и такое, что это, ладно, спасибо, первое, манжутца, на которой привито, второе, что я его не лечил и не делал ран на кольцо, не делал ран на кольцо. Ещё раз, я не делал ран на кольцо, поэтому они практически доголетние. Вот. Ещё раз хочу сказать, ребята, вот не делайте ран на кольцо. Видите, я не болтаю. Не делайте ран на кольцо, и у вас будет долго-долго жить. Вот. И вот это всё. Ещё раз означает. Так как вот эти ветки прекрасно плодоносящие со 100-граммовыми плодами, они появились. Почему? Внимание! Внимание, внимание! Когда вот это было отпилено, вот это, она обросла новой кроной. И вот. И это уже означает, что можно его ещё многие годы использовать как маточное дерево. Это значит, что ничего в этом дереве не было искалечено до конца. Да, ветки берём. Да, вот они. Стоило вот тут отрезать на прививку. И вот новая вылезла. Пусть одна. Вот здесь отрезать на прививку. Вылезло две. Вот. А если брать вот тут отрезать, вылезло четыре. Ещё поменьше парочку. Ой, сколько раз я возвращаюсь к этой теме. И тут же у меня сегодня вебинар. Сегодня понедельник. Всё-таки сегодня, кажется, четырнадцатая. Сегодня вебинар. И я вот на этом вебинаре буду рассказывать об этих тоже абрикосах и об этих глупостях, глупостях, которые нуждаются в ежегодной обрезке. И которые продляют ему жизнь. Так и написано. Ну что, друзья. До встречи на вебинаре. Если вы сейчас есть проблемы с этим вебинаром. Знаете, какие? Заставили перейти на Рутуб. И посмотров мало. Многие не могут даже попасть на вебинар. Смотрите хотя бы в записи на моём канале. Благодарю за внимание. И пусть у вас будут вот такие деревья. Молодое дерево. Ему всего лишь четыре года. Вот это, скорее всего, пятый год. Это переросток. Опять переросток с полтора метра. Вот. Как видите, это и есть будущее нашего садоводства. Холм. Прививка на Маджуриц. Вот. Прекрасная сорта. Супер сорта. Я их так называю. Все от 100 грамм и выше. Благодарю за внимание.